Торговлю людьми и рабство за последние 10 лет приняли новые формы и масштабы. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Во вторник Совет Безопасности ООН принял резолюцию, решительно осуждающую все формы торговли людьми и угрожающую санкциями любым организациям, прямо или косвенно вовлеченным в этот процесс. Почти треть жертв торговли составляют несовершеннолетние. А в Африке и в Карибском регионе доля детей превышает 60%. Женщин главным образом эксплуатируют сексуально. Такой эксплуатации подвергаются 72% женщин. Кроме того, 20% из них используют для подневольного труда. В условиях локальных конфликтов, особенно в регионах, захваченных боевиками группировки «Исламское государство», торговля людьми принимает практически средневековые формы рабства. Одним из элементов геноцида было систематическое порабощение язидских женщин, девушек и детей. Более 6 тысяч человек стали рабами, вещами, предметами собственности в рамках унизительной системы, когда боевики ИГ относились к язидским женщинам как к ничего не стоящим инструментам удовлетворения своих низменных желаний. Дети и женщины по-прежнему составляют абсолютное большинство жертв работорговли, но и доля мужчин среди невольников в последнее время заметно выросла. В первую очередь, по данным ООН, это касается Африки, где их используют для рабского труда или заставляют участвовать в боевых действиях. Африки Африки